друзья всем привет с вами орокс тема сегодняшнего видео лучший российский сервис для генерации изображения нет это не кандинский нет это не шедеврум это flexi лекси вполне может быть достойным конкурентом таких лучших мировых сервисов по генерации изображений как миджорни и дали это будет обзорный ролик по flexi и мы посмотрим каким функционалом этот сервис прям на данный момент обладает и какие у этого сервиса есть достоинства по сравнению с его конкурентами чтобы попасть во flexi и начать генерировать вам нужно перейти в дискорд канал который называется и я иди фьюжн христ у него вот такая вот синенькая иконка здесь нужно будет найти вот такие комнаты flexi или flexi 18 плюс чтобы эти комнаты стали доступны и вы могли начать генерировать вам нужно перейти в бусте христа и там будет вся информация как получить доступ к этим комнатам а ссылка на бусте будет в описании под этим видео и вот в этой вот комнате flexi живая лента такая же как и в миджорни здесь можно полистать и посмотреть что генерируют люди в данный момент здесь есть prompt и есть генерация по любой генерации вы можете нажать средней клавиши мыши и открытие в новом окне в браузере вот так вот так вы в полный размер можете посмотреть эти изображения каждое из этих изображений примерно соотношением 1024 на 1024 в зависимости от пропорции генерации и генерируется сразу по 4 изображения время на одну генерацию занимает менее 10 секунд скорость генерации миджорни и вдали намного ниже чем во flexi сразу хочу добавить первый плюс вот такого вот вида живой ленты здесь вы всегда будете видеть prompt и видеть изображение которое генерировалось соответственно можно полистать и чему-то новому научиться вот такие вот изображения генерируют люди в этой живой ленте это prompt и не миджорнивский которая не совсем подходит к стейбл дифьюжен а это именно генерации на sdxl модели соответственно вы можете для себя что-то подчеркнуть и если вы в автоматике там как-то еще генерируете то можете вот такие prompt и даже как-то использовать и у вас что-то приблизительно похожее хотя бы будет получаться но во flexi здесь конечно же высококлассная обученная модель на базе sdxl и продуманная схема генерации изображений мы давайте попробуем что-нибудь сгенерировать для этого перейдем вот в эту вот нижнюю строку здесь поставим вот такой вот слэш обратный и мы увидим три команды которые мы можем использовать самые нижние команды это help вы по ней можете нажать и посмотреть возможности flexi то есть здесь будет описание как ей пользоваться а дальше есть еще две команды это make и remake make это тексту имидж то есть преобразование текста в изображение то есть мы пишем подсказку и получаем на основе этой подсказки изображение давайте эту первую функцию и выберем нажимаем и у нас добавляется вот такая вот заготовка и здесь в разделе prompt мы должны написать какой-то prompt и сразу еще один плюс в пользу flexi то что мы можем прописать на русском языке здесь встроен хороший переводчик и он очень здорово переводит текст на английский язык поэтому мы можем сразу нажать enter и отправить этот prompt на генерации и посмотрите как быстро этот пром генерируется буквально проходит менее 10 секунд и мы получаем вот такое изображение если мы просто по этому изображению щелкаем то он открывается в таком вот маленьком виде но если у вас большой минитор то вполне тоже смотрибельно если вы хотите прямо весь экран его открыть средней клавишей мыши нажимаете то есть скроллером прям по это изображение щелкаете у вас открывается новая вкладка и здесь уже прямо весь экран вы можете посмотреть вот эту генерацию prompt на самом деле написан был очень простой и на основе вот такого простого пром то у нас получается очень детализированное классное изображение точнее 4 даже изображение сразу смотрите здесь уже в ленте кто-то подхватил мою идею с этим трамваем и продолжает генерировать трамваи в таком стиле давайте тоже немножко изменим эту генерацию еще раз нажмем обратный слэш выберем make или нажмем enter и введем этот же prompt я вам покажу еще функционал который здесь есть здесь есть у нас различные стиле смотрите вот это вот написано плюсик и еще мы можем сюда нажать у нас открывается еще одно такое меню у нас есть рейтео то есть давайте нажмем брать его и нас открывается меню с выбором пропорции нашего изображения есть full hd горизонтальный есть full hd вертикальный и различные другие соотношения сторон давайте выберем 16 на 9 full hd и давайте выберем еще одну функцию нажмем еще и выберем ставил теперь рейтео смотрите здесь пропал потому что мы его выбрали чтобы повторно его нам выбирать не пришлось вдруг мы забудем выбираем style и смотрите сколько здесь уже готовых стилей есть здесь достаточно большой набор стилей и вот эти вот стиле они очень качественные очень качественные а давайте выберем стиль flexi аниме выбираем и вот здесь добавляется стиль flexi аниме нажимаем опять же enter и посмотрите на скорость генерации и сейчас я не ставлю на паузу прям вот смотрите насколько быстро генерируются вот эти вот изображения 93 процента так и в районе 10 секунд у нас генерировались вот эти вот изображения это действительно очень быстрая генерация то есть по сравнению с миджорни дали это намного быстрее и мы получаем сразу четыре высококлассных принципе качественных изображения давайте какой-нибудь из этих изображений выберем например вот это вот изображение выбираем это у нас по счету первое второе третье до изображения мы можем сделать variation на основе вот этих изображений давайте нажмем variation и получим вариации на основе вот этого третьего изображения вот наше изображение сгенерировались давайте теперь перейдем в приватные генерации я нажимаю вот сюда вот под этому значку и мне открывается flexi здесь у меня приватные генерации и здесь я только то что генерировал именно я давайте для примера еще сделаю вот такую генерацию например уединг фото я посмотрел там сейчас тот генерировал классные генерации получается давайте попробуем какой-нибудь стиль 100 применить нажимаем style и давайте выберем dramatic photo и давайте нажмем еще и выберем соотношение сторон ratio выберем вот такое вот соотношение 4 на 3 и давайте нажмем enter чтобы сгенерировать эти изображения генерации происходит достаточно быстро сначала генерируется вот эти вот четыре изображения и потом мы авто detailer еще начинает проходить по лицам и детализировать их прям сразу же чтобы изображение прям из коробки получилось хорошее у нас в итоге получается четыре вот таких вот классных изображений давайте посмотрим вот это в принципе изображение 3 достаточно хорошие одно только изображение из этих четырех а получилось порченное а три изображения в принципе достаточно хороших по качеству давайте теперь выберем вот это вот третье изображение нажмем you 3 теперь у нас уже одно вот это вот изображение открывается и у нас появляется возможность выбора следующих функций. Мы можем выбрать Expand. Это расширить это изображение влево-вправо и выбрать Upscale. Давайте выберем Expand. У нас происходит расширение. Вот так вот это изображение достраивается влево-вправо. На выходе мы получаем уже вот такое широкое изображение. Давайте нажмем средней кнопкой мыши по этому изображению, чтобы открыть его во весь экран. И мы получаем уже вот такое широкое большое изображение. Размер этого изображения уже больше, чем пропорционально там 1024 на 1024. И мы можем это изображение еще и проапскелить. Давайте нажмем Upscale. И вот такое вот upscale изображение мы получаем на выходе. Опять давайте его откроем во весь экран. Вот такой вот upscale. Достаточно быстро это опять же все работает. Вот такое вот изображение мы получили буквально несколькими нажатиями мыши просто. Это все очень быстро происходит. И сразу еще один плюс работы этого сервиса Flexi в том, что вам не нужно никакое мощное железо для того, чтобы на этом сервисе работать. Вся обработка происходит за счет мощностей вот этого вот онлайн сервиса. И вам достаточно любого смартфона, любого ноутбука или планшета, в котором можно открыть браузер или открыть дискорд, чтобы воспользоваться вот этим вот всем функционалом. Давайте немножко проанализируем. Смотрите, вот такой вот простой промпт у нас был. Wedding photo, то есть свадебное фото. И использовали просто стиль dramatic photo. Для того, чтобы получить вот такое вот классное изображение. Вот с таким вот классным освещением. Буквально вот этими токенами wedding photo. Но опять же нам не обязательно пользоваться вот этими вот стилями готовыми. Мы можем сгенерировать изображение и добавить уже более сложный промпт сюда. Давайте посмотрим, как вот такой вот уже более сложный промпт себя покажет. Нажимаем enter. И с более сложным промптом получаются уже вот такие вот генерации. То есть тоже очень классные генерации. То есть не обязательно какими-то простыми промптами здесь обходиться можно. А вполне можно сложный промпт делать и изображение будет только еще лучше. Ну и давайте разберем еще вторую очень крутую функцию, которая здесь есть. Это функция remake. То есть здесь мы можем со своим лицом сделать какой-то арт. Давайте выберем фотографию. Я выберу вот такую фотографию свою. И нужно добавить какой-то промпт. Я добавлю прям вот такой вот простой промпт. Прямо на русском языке портрет мужчины. И давайте выберем стиль. Выберем style. И выберем, например, painting. Вот такой вот стиль. Нажимаем enter. И у нас получается вот такие вот генерации. Да, здесь я действительно на себя похож. Давайте попробуем еще какие-нибудь стили. Опять же выбираем remake. Опять вводим вот такой простой промпт. Опять я выбираю прям ту же самую фотографию. Выбираем еще. стили. Видите, как все быстро здесь происходит. Давайте выберем что-нибудь интересное. Например, вот такой вот стиль fantasy. Нажимаем enter. И вот такие вот генерации получаем. Давайте вам покажу еще генерации. Классные я тоже своим лицом делал. Здесь я взял еще эту генерацию на доработку. И я ее расширил в сторону и про обскейлил. То есть получилась вот такая вот генерация. Можно опять же вернуться всегда к какой-нибудь своей старой генерации, которую вы уже делали. И нажать, например, обскейл и получить обскейленное изображение своей генерации. Вот такой вот обскейл получился. Достаточно хорошее качество. И после обскейла лицо мое также остается узнаваемое. И основные черты его не меняются. И все, что вы вот здесь вот в личке у себя генерируете, оно всегда здесь будет оставаться. То есть вы всегда к этим изображениям можете вернуться, их найти. Они у вас, в общем-то, никуда не потеряются. Вот таких вот котиков я сегодня генерировал. Тоже промо достаточно простой. То есть кот в ведре просто и все. И здесь я даже стиля никакого не применял. У меня здесь просто прописано профессиональное освещение, прям русскими словами. И вот посмотрите, здесь этого токена нет, профессиональное освещение. И здесь реально фотография другая. Игра света-тени здесь такая происходит. И разница действительно есть, она заметна. Ну и что, в общем-то, после вот этого всего увиденного можно сказать про этот сервис Flexi. Я бы выделил у сервиса Flexi следующие плюсы. Это, во-первых, большая скорость генерации. То есть такой скорости генерации, в общем-то, нет ни в одном сервисе. Второй плюс – это возможность писать промт прямо на русском языке. И следующий плюс Flexi – это хороший функционал прямо на старте. У вас есть хороший набор качественных стилей. У вас есть возможность делать outpainting, то есть расширять изображение влево-вправо, делать upscale этого изображения, то есть увеличивать его детализацию и размер изображения. Ну а также есть функция remake, которая позволяет делать арты с определенным лицом в разных стилях. Интерфейс Flexi достаточно простой и привычный. То есть, чтобы в нем разобраться, вам много времени не понадобится, даже если вы такими подобными сервисами никогда не пользовались. Ну и что можно сказать про качество генерации. Качество генерации здесь уже очень хорошее, на достойном уровне по сравнению со своими конкурентами ближайшими. И со временем эта модель будет становиться только лучше, потому что эта модель постоянно совершенствуется. Ну и конечно же, еще один немаловажный плюс – это цена этого сервиса, потому что Midjourney стоит в 10 или 20 раз дороже. Здесь дается 100 генераций в день на самом дешевом тарифе, а в Midjourney дается 200 генераций в месяц на самом дешевом тарифе. То есть, разница здесь просто колоссальная. Но опять же, для пользователей из России не надо придумывать какие-то схемы, чтобы переводить деньги в Midjourney. То есть, достаточно просто оплатить своей картой мир. Это все можно и спокойно пользоваться этим сервисом. Я хочу сказать, что сделать такой сервис в одиночку – это, конечно же, гигантская работа. И хочу передать Читуру успехов в развитии этого сервиса, чтобы он был прям таким мощным, солидным конкурентом, таким онлайн-сервисом, как Midjourney и Dali. А на этом, друзья, у меня все. Всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok